Дефицит азота можно распознать по медленному росту малины. Кусты будут очень вялыми, остановятся в развитии, из зеленых станут салатовыми, скрутятся, а на листиках появятся красные отеки. Дефицит фосфора выглядит в виде потемнения листовых пластин и наличия легкого воскового налета. Через время листья станут темно-фиолетовыми, ягоды деформируются и потеряют свой цвет. А вот нехватка калия затормозит рост побегов и плодов, взрослые ветви будут отмирать, листья заболеют некрозом, которые проявятся в виде пятнистости, отомрут или засохнут. В качестве подкормок для малины можно использовать древесную залу, отходы картофеля, лук или мыло. Все эти средства всегда есть под рукой и приготовить их очень легко. Сухие картофельные очистки можно прикопать. Они будут некоторое время разлагаться в почве и кусты малины будут долго получать питательные вещества. Также можно сделать из кожуры картофеля раствор, заливаем их кипятком, настаиваем сутки и используем для полива. Можно сделать дрожжевой раствор, он ускорит процессы плодоношения и малина будет расти сладкой, вкусной и буквально завалит вас ягодами, если сделать подкормку в июне-июле. На ведро воды разводим пачку сухих дрожжей, два часа настаиваем и разводим литр такого концентрата на 5 литров чистой воды для опрыскивания. Результатом вы будете очень приятно удивлены, когда ягодка попрет крупное, сладкое и красивое.